Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. На работе есть сотрудник, который рассказывает, что получает энергию из космоса. Как относиться к таким людям? Ну, мы все какую-то энергию получаем из окружающего нас мира, богом созданного, космосом, называем вообще устроенный вокруг нас мир, к которому относится и наша планета Земля. Вопрос в том, что является источником подлинных сил. Некоторые всерьез относятся к излучениям различными камнями разных животворных энергий. Некоторые их ловят от святынь, причем не очень важно, каким религиям принадлежащих. Кто-то страдает вампиризмом и питается энергиями окружающих людей. Но все это переливание из пустого в порожнее, все эти ожидания от твари, а не от Творца получить жизненные силы, являются, конечно же, несколько наивными и ограниченными. Хорошо, если человек понимает ограниченность и значение калорий в своей жизни. Но, может быть, для полноты они имеют какое-то очень ясное измерение, сколько надо пробежать, если ты столько-то съела. Но вот эти таинственные энергии, какие-то непонятные и неизмеримые, кроме субъективной оценки, какие-то флюиды, испускаемые различными тварными источниками, всегда тяготеют к пантеизму, к предположению того, что божественное могущество, в том числе и врачевательное, заключается в самом тварном мире. На этом стоят восточные демонические культы, их философия, перекатывание различных видов энергии по собственному естеству, или почерпание от земли, или от деревьев, или из космоса, или от каких-то других его источников, всегда характерно забвением об источнике подлинном, источнике всех благ и бытия человечества, и всего окружающего мира, и зацикливание на чем-то тварном. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в них же не есть спасение. И не от богатства человека зависит жизнь его, говорит Христос. Ничто на земле не стоит устойчиво и не является такой живительной пуповиной или материнской грудью для человека, который ищет в себе подкрепления жизненных энергий, сил, кроме того, кто эту жизнь из небытия в бытие воззвал и человека в ней блюстителем этого тварного мира поставил. Бог недосягаем, Он трансцендентен миру, Он не принимает участие в бытии нам с вами знакомым, а является его причиной, но при этом этому божественному, непостижимому и неприкасаемому существу свойственно иметь и способ собственного божественного бытия вне его непостижимой сущности, который называется божественной энергией. Этот самый божественный свет – это изступление божества вне своей непознаваемой сущности в область тварного мира, которыми, собственно, этот мир и сотворен, именуется божественными энергиями. Есть на свете средостение ее особого присутствия, соединенное с человеческим искусством. Таковыми являются крест, церковные святыни, иконы. Но и вне храма человек, обращающийся к источнику благ, эти блага эту благодать приемлет. На необходимость ее приобретения указывают все святые. Она и есть цель ее стяжания, и есть цель человеческой жизни. И это не обманный, но самый подлинный источник и подкрепление наших жизненных сил. Потому всегда молящийся, потому всегда припадающий к таинствам церковным как источнику и проводнику этого благодатного осияния, освежения, омовения, не бывает точно не услышан, не бывает не подкреплен. Потому с поврежденными сотрудниками или родственниками, увлеченными выслеживанием и погоней за какими-то таинственными энергиями, источниками которых является сам тварный мир, несомненно, находятся в глубоком заблуждении. Можно изучать действия каких-то минералов, можно изучать и измерять какие-то и невидимые радио, и магнетические волны. Но это подвержено все-таки определенному научному измерению. То, что обычно демонстрируют вот эти чревовещатели или энергопотребители из космоса или от каких-то других предметов, включая человека, это глубоко субъективное и поврежденное состояние, настроенное более так, чтобы по причине убежденности в этих неподтверждаемых никаким подлинным научным исследованием, опытах оставаться в радости, как сказал поэтах. Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. И подобный самообман и подобное удовлетворение присуще человеку, отступившему сознательно от благоразумного упования на подлинную благодать, подаваемую Господом, и находящегося в замкнутом кругу самообмана. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok